В Вятском художественном музее весьма необычно прошло закрытие выставки, посвященной женским образам. Гостей ждали мастер-классы по лепке из глины и бумагопластики, а также арт-пауза. За происходящим наблюдала Милана Поварницына. Редко где еще можно увидеть такое многообразие женских образов разных эпох. Выставка, посвященная одной из вечных тем в искусстве – теми женщины. В Вятском художественном музее братьев Васнецовых работало в течение нескольких месяцев. В честь 8 марта сотрудники музея решили закрыть ее в торжественной обстановке и организовали арт-паузу. Куратор выставки провела экскурсию, которую посвятила музам вятских художников. По картинам можно проследить, как менялся женский образ с течением времени. Например, интересен двойной портрет кисти вятского художника Алексея Исупова. В зеленом, в изумрудном платье по моде 18-го столетия одета, изображена его сестра Мария. А рядом невестка художника, то есть жена его брата. Вот такой двойной портрет, который относит нас к прошлому нашей страны. Такой вот он, скажем так, исторический портрет, представляющий две эпохи – дворянскую и купеческую. Также сотрудники вятского художественного музея провели мастер-классы по лепке и бумагопластике. Последняя по своему жанру творчества чем-то сродни скульптуре. Она позволяет создавать рельефные изделия. Только внутри они пустотелы. Да и освоить их можно с легкостью, не имея специальной подготовки. В этот раз гости попробовали сделать платье на открытке. Все-таки 8 марта. Теперь берем сверху, вот здесь вот, да, так вот на себя загибаем, вот так вот. И у нас получаются здесь такие треугольнички. А глина тоже специальная для творчества, поэтому удобная в работе и не липнет к рукам. Справились с заданием легко и иностранные студенты. Им вообще вятский фенессаж явно пришелся по душе. Я пришел сюда, потому что учу русский. И мне также интересно посмотреть картины. Они же сейчас в Кирове находятся, будут тут еще 5 лет. Им надо узнавать о городе как можно больше. Я считаю, что для них это полезно. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.